Парикмахера высшей категории Ирину Ивашкину, работающую в клубе красивых людей Версаль, которая нам сегодня с вами расскажет, как ухаживать за волосами, зачем вообще это нужно делать. По статистике я знаю точно, что 80% мужчин любят длинного волосы. Вот и сегодня мы это узнаем, как сделать наши волосы, чтобы они еще были шелковисты и так далее. И вот нам Ира в этом очень поможет, потому что у нас для этого все есть, и мы ее пригласили нам подробно об этом расскажем. Встречаем Ирина Ивашкина, специалистка Ивашкина. Добрый день. Очень такая дружественная у нас компания здесь, которая собралась. Меня сюда пригласила Инна Жукова. Отсюда лучше слышно, да? Да. Так вот, она меня попросила рассказать о волосах, об уходе за ними. Ну, как бы я не привыкла работать на большую аудиторию, привыкла рассказывать вот где-то, да? Ну, я думаю, что у меня получится сегодня. Такие записочки себе сделала, потому что, хоть я и знаю о волосах много, работала 12 лет, но как-то волнительно все равно выступать. У вас спонсора нет, понимаете? Так вот, значит, свою беседу о волосах я хочу начать с английской такой шутки, анекдотом. Встречаются два джентльмена, один другому говорит. О, у тебя шикарные волосы. Да, я их сам выращиваю. Ну, вот в каждой шутке есть доля правды. И вот наши волосы зависят от того, как мы их выращиваем. То есть, это наш такой мини-сад, за которым надо ухаживать, поливать, удобрять, да, правильно. Вот. Но прежде чем ухаживать за ними, надо знать, что такое волос, что это за растение такое. А в принципе, волос это, в принципе, растение, у которого есть корень, у которого есть стержень. Так как вы занимаетесь косметикой, я думаю, что вы знаете уже какой-то состав кожи, имеете представление, да, что такое. Не знаю, знакомы ли вы с волосом. Может быть, думаю, что кто-то и знаком, кто-то нет. Но кто знаком, повторение моего отвечения. Поэтому я все-таки хочу начать свою беседу с волоса, что он из себя представляет. Ну, а потом уже как ухаживать. Так вот, волосы это украшение любого человека. Они у нас сглаживают недостатки, подчеркивают достоинства. Это косметические такие функции волос. Также волосы нас защищают от перегрева и от переохлаждения. Эту функцию нам изначально дала мать природа. Волосы на 3% состоят из воды. На 85% состоят из белкового вещества кератин, который всем известен. Все остальное – это микроэлементы и витамины. Волос из себя представляет корень и стержень, как я уже сказала. Корень у нас – невидимая часть волоса. Он находится в коже. Так вот, корень – это живая часть волоса. Она у нас растет. От корня и зависит, как у нас волос растет, на сколько он вырастет, какой вырастет. Корень состоит… Сейчас немножко пойдут такие термины, но я думаю, что все равно вам надо ознакомиться с ними. Так вот, корень у нас состоит из такого мешочка, который называется фолликулом. Он расположен либо под наклоном, либо прямо, от этого зависит у нас рост волос. То есть, либо у нас завитушки какие-то, либо у нас прямо волосы расположены. Так вот, фолликула. Так вот, фолликула. В фолликуле находится луковичка, которая дает рост волосу. Белок, клетки белка, кератина вернее, они отмирают и накапливаются в этом фолликуле и дают рост волосу. Волосы у нас растет где-то 0,3-0,4 миллиметра в день. Это нормальный рост волос у здорового человека. То есть, можете представить себе, с какой скоростью. Всего волос на голове человека, это где-то 100 тысяч, 150 тысяч волос на голове у человека. Больше всего волос у блондина, как это ни странно. Потом идут брюнеты и на последнем месте рыжие. Но если вы посмотрите, вот сколько вы рыжих, натуральных рыжих волос видели, у них кажется большая такая шапка, гриба. Но это не от того, что много волос, а от того, что они самые толстые у них волосы. Так, значит, волликула, фолликула, луковичка. Значит, волос имеет три фазы роста. В общей сложности волос растет 6 лет. То есть, вот одну волосинку берем, вот она у нас растет 6 лет. За 6 лет она вырастает где-то около метра. Первая фаза роста, когда волос питается, набирает в себе вот эти вот питательные вещества, она идет от 2 до 6 лет, этот промежуток, и называется анаген. Фаза роста волоса. Вторая фаза, короткая фаза, 2-3 недели. Фаза катаген называется. Во время этой фазы волос спит, отдыхает. Он не растет, ничего не делает. Просто вот он существует 2-3 недели. И последняя фаза телоген, во время этой фазы волос выпадывает у нас. Начинает отторгаться фолликулой и выпадывает. То есть, фолликула сжимается, ссыхается, выталкивает волосяную луковицу и выпадывает. Вот эта вот последняя фаза где-то 3 месяца продолжается. Последняя фаза телоген, то есть, вот 3 остальных фазы. Значит, в первой фазе находится 80% волос, 80-85%. Поэтому у нас на голове всегда много волос. Выпадывает у нас, когда волосы, чаще всего время года, весна, осень. То есть, это как бы природой заложено, ленька животных, весна, осень. Поэтому, когда народ говорит, что вот у меня волосы начинают выпадывать, лезть там, а на улице осень, нормально выпадает, да, лезть и упадает. Вот, так же и весной. Еще что самое интересное, кстати, я про это не знала, когда готовилась, оказывается, волосы у нас растут хорошо. Именно зимой, и быстрее растут зима. Это тоже природой заложено, чтобы теплее было. А летом, наоборот, они медленнее растут. Значит, по, еще по, что я хотела сказать. Сколько в день у нас должно быть, должно выпасть волос? 80-100 волосинок в день у нас выпадывает. Это нормальное выпадывание волос. Да, нормальный процесс. То есть, он может выпадывать просто так, может выпадывать, когда мы расчесываем, может выпадывать, когда мы его умываем. Какая норма? Да, норма. Но если будешь пить волосинок... Вот я и говорю, это проблема волосинок. 80-100 волосинок в день. Это не страшно. Ну, считать я не знаю. Может, конечно, кому-то интересно будет, и посчитает, будет собирать волосы в день. Я сама не собирала и не выращивала, не считала. Волосы. Здоровые волосы, несмотря на то, что они тоненькие, но они могут выдержать нагрузку 200 граммов. То есть, если привязать к волосу предмет 200 граммов, он выдержит. И растягивается здоровый волос где-то на одну пятую. Растягиваться он может больше, но вот если его растянуть на одну пятую часть от длины и отпустить, он у нас сожмется. То есть, это эластичность. Вот такой эластичностью волосы наши обладают. Опять же, здоровые волосы. Волосы очень гигроскопичные. Они хорошо впитывают влагу. Устойчивы к воздействию слабых кислот. Кстати, кислоты, они даже у нас обладают таким кондиционирующим свойством. А вот щелочь, щелочь разрушает волос. Про роль волос я сказала, значит, уже, что защитная и эстетическая роль волоса. Перейдем к стержню. Про корень понятно, да? Вот что? Фолликула, луковица. Фолликула у нас постоянно находится в голове. Она не выпадывает. Выпадывает луковичка. То есть, вот беленькая такая часть. Вот это вот луковичка у нас. А фолликула остается... И фолликула, кстати, еще такой момент. От рождения нам заложено определенное количество фолликул. И больше, меньше их никаким образом не станет. Будете вы втирать что-то, не втирать. Они будут просто либо просыпаться, либо засыпать. Значит, стержень волос. Стержень волоса – это вот сам волос. Вообще, как бы, в науке это считается уже мертвая часть волоса. Но сейчас, как бы, так как много ухаживающих средств, все-таки назвать это мертвой частью, уже язык не поворачивается. Да, это часть, которую мы стараемся сделать живой, красивой, приятной на ощупь, на приятной глазу и так далее. Так вот, стержень волоса имеет три слоя. Три слоя. Опять же, напоминаю, что основная составляющая волоса – это белок, кератин. Так, три слоя. Внешний слой. Это называется бутикула. Он состоит из уже ороговевших белковых клеток в форме чешуек. Вот, представляете себе чешуя рыбы? Была бы доска, было бы немножко удобнее, чтобы вам представить. Но я думаю, что у вас здесь творческие люди тоже собрались, фантазия работает. Вы представите? Чешуя рыбы, черепица крыши. Вот так вот они друг на друга. Вверху черепица. Вот так же бутикула имеет такое строение. Чем ближе, чем плотнее вот эти вот чешуйки прилегают друг к другу, тем волос более блестящий, более плотный. Так скажем, шелковый волос у нас. Вот у кого тяжелые, шелкые такие волосы, у них бутикула очень плотно. И такие волосы очень тяжело прокрасить, они тяжело впитывают вот эти ухаживающие вещества. Но они сами по себе здоровые, как бы их сильно питать и не надо. Кутикула, она защищает от негативных воздействий. Раскрываются чешуйки, кутикулы под воздействием щелочи. Немножко под воздействием воды. То есть, когда мокрые волосы, они тоже чуть-чуть, кутикула открывается слегка. Поэтому туда проще проходят бальзамы, маски, все такое. Ну и влажные волосы, так как кутикула чуть-чуть поднимается, вы знаете, волосы влажные нежелательно расчесывать. Их хорошо чуть-чуть подсушить и потом прочесать. Кутикула. Дальше идет более толстый слой, называется кортекс. Он состоит непосредственно из клеток кератина, из клеток пигмента меламина. То есть, меланин – это пигмент, который дает цвет нашим волосам. У нас рунетки, рыжие и блондинки. То есть, пигмент есть светлый, красный, коричневый. Светлый – это желтый, имеется в виду. Так, значит, про кортекс. Что еще? В принципе, там больше ничего про кортекс. Кератин, кстати, кератин придает прочность и эластичность волосам. И средняя часть волоса, самая тоненькая, по которой поднимаются все питательные вещества, но которой может и не быть в некоторых волосах, называется медула. Медула – это мозговой слой волоса. Он состоит из таких, тоже кератин, но он более такой мягкий, кератиноподобные клетки, нужно их так назвать, и из пузырьков воздуха. По этому слою поднимаются питательные вещества по всей линии волосам. По строению волос понятно? Все-таки на вопросы есть? Нет. Я думаю, что все очень просто и доходчиво. Около фолликулы, вот там под кожей еще такой момент, находится сарная железа. Я думаю, вы про них знаете. Все мы знакомы, особенно у кого жирные волосы. Даже не жирные волосы, такого понятия нет. Есть понятие жирная кожа, да. И вот если очень жирная кожа, то уже по волосам спускается жир и жирнет наши волосы. Если нарушено действие сальной железы, у нас либо очень много выделяется вот этого жирного слоя, либо наоборот, очень мало. Если очень много этого жирной секреции, то у человека появляется жирная сибария, жирная перхоть. Такие большие чешуйки, голова чешется. Если не хватает жирной вот этой смазочки, то у нас сухая кожа и может возникнуть сухая перхоть. Это более мелкая перхоть. Она прям, да, шелушение, и она у нас сыплется постоянно. Если не хватает вот этой вот жирной смазочки. То есть должно быть все в норме. Значит, по строению мы закончили. Теперь можно перейти к типам волоса и уже к проблемам их. Типы волоса, жирные волосы. Это если усилено выделение сальных желез. Чем их лечить? Вот в компании Арифлей появилась новая серия. Она профессиональной считается, как приближена к профессиональной. Для проблемы жирных волос здесь тоже есть такая серия, которая имеет в своем составе масло чайного дерева. Она зеленого цвета. Так, а здесь мы можем найти? Коллекция называется Хайр-Икс, да? Вы, наверное, знакомы. У вас уже для окрашенных волос есть шампунки. Инна мне показывала неплохие шампунки. К ним идет масочка, бальзамчик. То есть все как положено. Масло чайного дерева. Масло чайного дерева – это природный такой... антибактериальный, который обеспечивает антибактериальное действие. То есть вот эти вот перхоть – это бактерии, которые надо убрать. Масло чайного дерева очень прекрасно с этим справляется. Жирные волосы нуждаются в частом мытье. В принципе, шампуни у нас сейчас идут довольно-таки мягкие. И можно мыть голову каждый день. То есть по мере загрязнения. Это ничего страшного. Страшно то, что обладательницы жирных волос любят мыть голову горячей водой. Что крайне нежелательно. Потому что они еще... Жирные железы начинают, еще сальные железы работать сильнее начинают. И больше вырабатывают жира. Поэтому лучше температура комнатная, тепленькая слегка. Все прекрасно. Еще такой момент я хочу рассказать сразу о правильном использовании шампуня. Очень многие прям выдавливают из бутылька на голову шампун. Есть такие. И не только. Есть и женщины, да. Есть такие, которые тоже в руку выдавят, тоже сразу шлеп. Этого делать нельзя. Потому что вот в этой зоне, куда шампунь лег, может случиться, так как там концентрированный набор вот этих всех веществ, может случиться ожог волоса. Поэтому лучше шампунь развести водичкой. Можно даже вот в ладошечках. В ладошечках растереть и наносим на волосы. То есть в таком маленьком секре. И это экономично очень проверено. Вот есть мнение некоторых, что нельзя высказать в день, иначе долго уж балкаться. Вот я раньше мыла меньше, там, угрызлилась, стало очень чаще. Вот знаете, да, я даже в детстве помню, да, у нас там родители мыли раз в неделю. Тогда шампуни были совсем другие. То есть они были такие агрессивные довольно-таки. Химическая промышленность все-таки не так была развита. Вот, сейчас практически все шампуни, за исключением, назовем их технически очищающие шампуни, которые применяются в салонах, чтобы снять остатки пенки, силикона, которые перед заливкой, перед, может быть, перед окрашиванием, редко, обычно перед заливкой. Вот эти вот шампуни, да, они грубые, тяжелые, ими нельзя голову мыть каждый день. Все остальное, что предлагает нам промышленность фирмы, все это можно спокойно мыть. Но мыть правильно и правильно подбирать себе уход. Вот, по жирным волосам, в принципе, все понятно, да, такое. Мыть тепленькой водичкой, использовать специальные шампуни. Следующая проблема, сухие волосы. Сухие волосы. Активность сальных желез низкая, естественно, жировой смазки не хватает. Вот, поэтому у нас волосы становятся тусклыми, тонкими. Ну, вид у них не очень бывает. Но это тоже можно все решить. Вот комплекс с органовым маслом для сухих волос. Вообще, органовое масло — это уникальная природная такая добавочка, так скажем, ухаживающее средство. Это природный кондиционер. Он образует пленочку вокруг волос, которая, как бы, волос восстанавливает. Окрашенные, не только сухие волосы, но и окрашенные волосы, очень рекомендуют, для них рекомендуют использовать уходы с органовым маслом. Благодаря органовому маслу защищает волосы от физического и механического воздействия. Пленочка эта. И питает кутикулу волос изнутри. Сухие волосы. Что еще по сухим волосам можно сказать? Значит, надо использовать шампунь и обязательно бальзам, либо можно маску. Разница в чем? Бальзам, маска. Бальзам, он, не сказать, что там меньше питательных веществ, он более легкий. То есть, так скажем, сухие и тонкие волосы можно использовать бальзам. Сухие и толстые волосы можно использовать масочку. Масочка — более интенсивное питание для волос. Вопросы, пожалуйста. Может, изменились, может, сначала жирный, или потом сухие? Конечно. Конечно. Потому что вот эти вот все проблемы, которые мы рассматриваем, это зависит от, опять же, ухода, питания, от болезни. Да, вот это вот внешние факторы, они все очень влияют. От рождения только количество волос и какие-то кудрявые, прямые. Вот это вот нам от родителей, от бабушек, от дедушек остается. Вижу еще, ага, слушай. А вот, допустим, когда маску или балзам, если волосы полотенца надо просушивать? После, вот шампунем помыли, лучше отжать слегка полотенцем. Ну, либо рукой вот отжать волосы. И потом уже наносить масочку, бальзамчик. Еще такая ошибка, которую многие делают. Ни в коем случае ни бальзам, ни маску нельзя наносить на кожу головы. Мы потом это комбинированно будем рассматривать. И как бы расскажу про это немножко. Для сухих волос очень полезны увлажняющие компоненты. То есть если на шампуне написано, что увлажняет волосы, можно смело предлагать для сухих волос. Питает, увлажняет. Так, вот это серия желтенького цвета получается. Так, дальше. Рассмотрим, наверное, для окрашенных волос. Серию для окрашенных волос. Она представлена красненьким. Защита цвета. Окрашенные волосы у нас занимают очень большой процент у женщин. Я так подозреваю. Что? Давайте поднимем руки, кто волосы красит. Нет, не будем мы поднимать. Не будем мы поднимать, кто волосы красит. Мы тут все натуральные. Мы тут все свои. Мы тут не красит все свои. А это мы... Нет, это для всех. Это для всех, для окрашенных. Для всех, для окрашенных волос. Промилированных тоже, потому что часть волос есть окрашенных волос, поэтому с небольшими нюансами. Потом, если хотите, я расскажу, как для милированных удобнее. Так, окрашенные волосы. Здесь у нас присутствует экстракт листьев баба-баба. Этот экстракт, он защищает от ультрафиолетовых лучей, которые очень неблагоприятно воздействуют на окрашенные волосы, на пигмент вот этот вот искусственный. Он защищает. Вообще, искусственный пигмент, он очень быстро вымывается, выходит из волос. И нам всячески надо его защитить, удержать в волосах. Вот экстракт листьев баба-баба это делает. Благодаря содержанию в нем большого количества фото-поглощающих компонентов, экстракт листьев баба-баба выполняет функцию натурального ультрафиолетового фильтра. Так, по покрашенным волосам. Какие-то... Да. А можно вот пользоваться разными шампунями? Например, сегодня для окрашенка, завтра для жирных. Или вот если я для окрашенка, сколько их? Очень хороший вопрос. Вообще, по-хорошему, должно быть несколько шампуней. Хотя бы парочек. Или пользоваться не так, если надо окраситься, да? В ближайшие, вот, скажем, первые две недели желательно использовать для окрашенных. Потом уже, когда у нас... Ну, все равно волосы тускнеют, эти пигменты вымываются. Можно перейти, например, для вашего типа волос. Или какой-нибудь очищающий. Вот, то есть такое вот. А привыкание к шампуням есть? Привыкание к шампуням. Если вы будете пользоваться вот то одним, то другим, в принципе, это нормально. А если будет привыкание? Это неправильно. Это, во-первых, скучно. Одним и тем же шампунем. Так же, как сутная паста, так же, как все это. Все это менять. Так же, когда крем для лица, все это косметические средства, желательно менять. Желательно менять. Как часто менять? Как часто? Где-то... Я думаю, что надо нормально, раз в год что-то менять, да, можно. И вообще, как бы, волосы вам подскажут уже, когда менять шампунь. Когда они перестают реагировать вот на ваши вот эти уходы, бальзамчики, все это. Когда они начинают так вести себя не так, как бы, как вам хотелось, то надо подумывать о смене. Ты слышала такое выражение? Не важно, как у куча шампунь, надо, чтобы у куча бальзам. Нет. И вообще, по-моему, и по-моему, и как обозначить, то все это упроет. Ну, как бы, грубо говоря, выправит он. Но все равно обычно вот... Почему всегда вот шампунь и бальзам идут вести? Они дополняют друг друга. Усиливают действия. Что-то есть в шампуне, что-то в бальзаме, чего нельзя в шампунь добавить, потому что у него свойства поменяются. Поэтому, ну, не знаю, это... Мне кажется, это мнение, так, дилетанта, и которые... Ну, ладно, я там... В принципе, домазать можно и сметаной волосы. Они, в принципе, тоже гладкие, блестящие. Кстати, как раз про сметану, про натуральные средства, про окрашенные волосы. Если вы красите волосы, то в первые 2-3 недели забудьте про вот эти вот натуральные средства бабушек, дедушек. Красящие пигменты очень боятся всех вот этих вот масок, да. Вот конкретно вот натуральные там масок из яйца, сметаны, майонеза и всего. Это все можно, это все можно делать на натуральные волосы. Можно делать, когда вот... Ну, у вас неделя до окраски осталась, можно один раз сделать. Но тоже сильно... Да, а какой смысл это? Значит, про окрашенные волосы мы сказали. Дальше у нас идет... Объем. Это фиолетовая у нас серия. Объем. Так скажем, страдают отсутствием объема тонкие волосы. А жирные волосы тоже они, да, склеиваются. Вот. А отвечает за объем, опять же, у нас наш замечательный белок, это кераминды. Вот. Они упругость придают, и поэтому волосы могут быть объемными. Вот в этой серии для объема... Кстати, вот слово «волюм», «объем», да, вам знакомо. Если вот есть это слово, это значит для объема. Цвет бывает... Ну, это уже зависит, наверное, от настроения дизайнера. Какой придумают. Комплекс керамидов помогает укрепить ткани волос, придавая волосам объем, сияние и восстановление структуры волос. Кстати, для объема, для объема, я бы предложила использовать еще и пенку, не бояться использовать пенки. У вас вот есть здесь... Как раз вот под троечка цифры... Это фиксация. Троечка – это средняя фиксация. Для волос, которые... У которых отшутствует объем, для тонких волос, как раз средняя фиксация. Не надо сильной фиксацией пользоваться пенками. Почему? Потому что тонкие, сильная фиксация, она утешеляет волосы. Сильной фиксацией уже лаки можно использовать. А пенка на тонкие волосы должна быть средненькой. Слабая средняя фиксация. Так, по объему. Будут вопросы какие-то по объему? Да, я смотрю по всех, да? Очень объемный вопрос. Про... Хочу рассказать про комбинированные. Так, ну, по-моему, здесь... В принципе, так, здесь отдельной серии нету, но есть серия для... Вот с салициловой кислотой. Так, 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 так. Вы слушали, да? А, вот, вот, отлично. Так, нет, это не отлично, это ароматы. Ароматы потом еще расскажем. Серия для защиты от перхоти с салициловой кислотой. А, салициловая кислота... Ее выделяют из коры ивы. Это очень хороший антиоксидант и антибактериальное средство. Где, где, где? Вот, вот она. Борется с причинами появления перхоти и с самой перхоти. Работает в крупных оправлениях, уничтожая видимые проявления перхоти и предотвращая размножение бактерий, вызывающих перхоть. А, еще вот сейчас вспомнила как раз. Если вы используете специальные шампуни от перхоти... Ну, от выпадения тоже есть, но это как бы, я бы не сказала. Если вы помыли 2-3 раза и вам не помогло, можете смело убирать из своего рациона этот шампунь. То есть он вам не поможет. Постоянно можно шампунь от перхоти пользоваться? Нет. А, обычно... Муж 4 года ему моется. Что? Муж 4 года ему моется. Вот если он сейчас перейдет на другой, ему очень сложно будет перейти, потому что... Вот, салициновая кислота, она подсушивает. Представляете, какая сухая кожа головной же у вашего мужа? Либо наоборот, очень жирная. Потому что сальные железы постоянно работают, им надо выделить определенное количество жировой... А специальное средство, оно у нас не смывается. То есть смывать не нужны? Есть какие средства, да? Разные бывают. Вот именно вот здесь вот... Синенькое. Синенькое. Есть средства и смываемые, и не смываемые. Для перхоти и для отмывания волос тоже есть не смываемые. То есть это как бы, они лечебные. От них... От них... От них... От них, которые на голове, которые на голове, которые на горчик. Это правда. Ну если волос, к примеру, нет практически на голове, да? То у него будет тираж, да? Кожу или паркет. Вообще, как бы, все средства, которые для кожи используются, нужен легкий массаж. Обязательно, да. Обязательно, да. Обязательно, да. Обязательно легкий. Ну, легкий массаж. Потому что сильный массаж, он еще больше усиливает. Так, легонечко. Причем, массаж головы обычно делается от периферии к это... К малышечке. Да, пожалуйста. А если волосы жирные и перхоти еще? Каким, чтобы вы не пользуетесь? От перхоти? Да. Оно... Жирные волосы практически... Ну, многие жирные волосы, они будут иметь перхоти. Потому что это лишняя смазка жировая. Вот где-то недели две-три достаточно, чтобы... А потом переходить уже на такие вот... Для окрашенные волосы у вас есть? Да, окрашенные волосы. Да, вот что-то. Если не окрашенные, тогда там для натуральных волос. Так, дальше, что у нас? А можно вот где была вся-вся там? Что у нас? Ответ нужен? Ага. Так. Для окрашенных посмотрели. Так, а есть там... Нет, первая была с кружочками такими. Самая-самая, первая, 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 первая. А потом можно подумать. Еще раз. Чуть, чтобы они есть. Так, так, так. Вот. Так. Цвет, защиты цвета просмотрели. Объем изучили. Защита перхоти. Для восстановления. Так. Для здорового сияния. Ну, вот здесь вот... Это так, маленькое отступление. Обычно в шампунях, в угодах для сияния нам сияние перламутр придают. Как вот... Косметическое такое, эстетическое средство. И во многие препараты добавляют либо пудру перламутра, либо вот алмазную пудру, жемчуг тоже бывает. Вот эти вот частички, искусственные, мелкие-мелкие. Они очень хорошо отражают солнечный свет и придают сияние. Для кожи у вас тоже, да, наверное, что-нибудь есть такое? Как бы декоративное такое. Вот. Для жирных мы посмотрели. Для укрепления волос. Укрепление волос. Немножечко остановимся на укреплении волос. Дрожжевой белок. Что я хочу сказать об укреплении волос. Все-таки выпадывают у нас волосы больше, чем положено, от состояния организма. Поэтому здесь шампуни идут как второстепенные. В первую очередь надо предлагать витамины. У вас есть хороший витаминный комплекс для ногтей и для волос. Так как волосы и ногти, они имеют один состав, предлагать можно и то, и другое. Смело. И для ногтей, и для волос это одно и то же. Как внутрикомплекс, да, называется у вас? Внутрикомплекс можно предлагать. То есть сначала мы лечим внутри, а потом или параллельно мы используем вот этот вот шампунь. Так, это для непослушных у нас. Шампунь с дрожжевым белком, который как бы укрепляет корни волосы. Так, что-нибудь про выпадение еще хотите услышать? Есть какие-то вопросы? Нет, да? Так, дальше. Так, 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 так. По-моему, мы все комплексы прошли. Нет? Так, четко. Так, четко. Восстановление и тряпки. Быстренько по ароматам пройдемся. Вот ускорение роста волоса. Если вы слушали внимательно меня сначала, я говорила, что волосы у нас растут 0,3-0,4 миллиметра в сутки и быстрее они не будут расти. Все это ерунда, да? Быстрее они не будут расти. Самый быстрый рост волос у нас происходит зимой. Все. Поэтому для ускорения волос это... А шампунь? Нет, ни в коем случае шампунь не втирается. Вопрос поступил, как правильно мыть шампунем. Шампунь у нас предназначен все-таки для очищения волоса. Чтобы потом нанести на этот волос бальзам или маску с ухаживающими компонентами и они проникли внутрь волоса. Поэтому мы моем вот, да. Ну все равно ее надо, потому что там жир у нас накопился. И чуть-чуть массажечек легкий пройти. Еще такой момент. Может быть никто на это не обращает внимание, но у нас очень много женщин с длинными волосами. Ну может быть и мужчины сейчас тоже имеют длинные волосы. А любят, вот выходит в полотенце заворачивать и начинает растирать. Вот это вот ни в коем раз нельзя делать. Потому что все чешуйки бутикулы у нас сразу дыбарем станут и волосы. Просто замотать в полотенце. И пусть вода впитывается. А сколько по времени можно? Замотанное полотенце по времени сколько? Сильно долго тоже не надо, потому что волосы полосы. Пока кофе попьешь, ты выпьешь. Вообще с влажными волосами не надо ложиться спать. Опять же в чем причина. Влажные волосы. Опять кутикулы слегка подняты. По подушке мы ерзаем волосами. У нас опять кутикулы еще сильнее. Лучше просушить полностью. Еще вопрос. Массаж волоса. Массаж рамена, когда моете зону. К центру? Да, да, от периферии к центру. И внизу тоже. А шампунь для расслабления волосы. Для чего? Для расслабления волосы. Отпусти вопрос. Я не послушаю. Шампунь для разглаживания волосы. Они, значит, что у нас образуют сверху волосы пленка. Опять же пленочка идет. Которая слегка утяжеляет волосы. Он у нас растягивается. Вот, кстати, вот эти шампуни для разглаживания волосы. Точно нельзя постоянно использовать. Они должны быть как временные. Да. Потому что в них все-таки есть вещества, которые накапливаются на кутикулках и не вымываются. Которые надо потом очищать. А вот еще у нас есть такая вот ссылка, которая для волос, для роста феном, сушить кутюшком. Для защиты. Они тоже там живут? Кстати, да. Очень много сейчас появилось препаратов, которые как защита к утюшкам, к щипцам. Так, кстати, Инна мне говорила, да? Да, да, да. И мы с ней пробовали. Вот это вот, по-моему. Да. Вот. Немножечко остановимся для термоукладок. Вот такая вот есть. Она идет, у нее фиксация. Довольно-таки сильная фиксация. Да, то есть после того, как мы проведем утюжочка. Вот такие препараты, как они работают? Их наносят на волосы. Обычно на влажные волосы наносятся. И когда... А у нас утюжка нету. Смысл? И когда проходим горячими утюжками по волосам, вот эти молекулы начинают работать. То есть какие-то у нас внутри волосы идут и питают. А какие-то сверху оболочечку делают. Вот. А вот вверх можно этот препарат? Смотрите, голову помыла, да? Бальзам нанесла. И потом вот это... Можно сразу вот бальзам нанесла, и потом уже сразу его... Нет, бальзам нанесли, мы же смыли бальзам. Да, да, да. Вот. Отжали. Обязательно перед тем, как мы наносим стайлингов... Вот это вот средства, эти уже называются стайлинговые средства. Средства для укладки. Это пенки, лаки различные. Вот. Мы их наносим на отжатые, обязательно отжатые волосы. Или даже чуть-чуть подсушенные. Приблизительно процентов на 30-40 где-то подсушить потом. Какие-то есть восемьдесят подсушенные волосы. Обычно их пишут, если вот это очень важно. Но все равно подпиксируют. Скажите, пожалуйста, под фен можно укладывать? Да, да, да. Вот эти можно, это не обязательно, потому что фен тоже там... Температура очень горячая. Просто компоненты начинают работать от температуры. Сейчас почти все вот эти вот защитные средства, они работают от температуры. И даже уплойкой можно, да. Он еще очень сильно. Я больше не спрашиваю. Ну вот здесь вот пятерочка. Пятерочка фиксация. Это хорошее. То есть пенку можно не использовать тогда, получается. Она лучше, чем пенка. Он еще и блеск дает, волосы защищает. А не утяжеляет он аромат? Нет, не утяжеляет, но опять же для волос тонких, сухих, для них желательно не использовать. Нет, это под фен. Под фен. Под фен. Под фен. Под фен. Под фен. Ну, как бы это... Вот знаете, ошибка много есть, что, ага, сказали, что это можно вместо пенки. Все, я возьму вот это, это будет средство мне и пенка, и это. Нет, ни в коем случае вот так нельзя рассуждать. Должна быть пенка. И, как бы, у пенки свои функции, у этой свои. А что и пенки? Ну, иногда можно использовать. А, то есть все вместе нельзя по отдельности, либо пенку, либо это, да? Да. Вообще, вот знаете, в профессиональных линиях, вот я работаю с которыми, в принципе, там почти все препараты, их можно наносить друг на друга, но опять же в небольших количествах. Спасибо. Спасибо.